Ну что, заждались? Всем бодрости духа, адекватности бытия. Поехали! Недавно произошедший инцидент, когда императорский пингвин приплыл с Антарктиды на Австралийский пляж, вызвал удивление не только среди ученых, но и среди местных жителей. Некоторые из которых вспомнили старые легенды, передаваемые с поколения в поколение. Этот молодой пингвин, преодолевший более 3000 километров, по мнению австралийских аборигенов, возможно, не случайно оказался так далеко от привычных мест обитания. Когда пингвина обнаружили серфингисты, в небольшом городке Денмарк местные жители немедленно вспомнили рассказы старейшин о таинственной земле, которые якобы находятся где-то в недрах Южного океана, между Австралией и Антарктидой. Эти рассказы включают упоминания о странных огнях, которые иногда видны над горизонтом, и о кораблях, которые исчезали без следа в этом районе, что усиливает ощущение таинственности и непознанного. Они часто упоминаются в связи с необычными событиями, добавляя еще больше загадки и интриги. Эта земля, по их словам, не просто скрыта от глаз обычных людей, но и охраняется чем-то, что называют забором Австралии. Есть рассказы о людях, которые якобы видели этот барьер, туманные очертания, напоминающие огромные стены, поднимающиеся то ли над землей, то ли над океаном, или светящиеся линии, исчезающие при приближении. Эти описания создают атмосферу таинственности и непознанного вокруг этого явления. Возможно, это некий мистический барьер или энергетическое поле, которое препятствует проникновению непосвященных, усиливая ощущение охраны этой территории. Легенда гласит, что эту землю охраняют таинственные обитатели. Возможно, подобно этому самому пингвину, который, по всей видимости, случайно пересек запретную черту. Ученые из университета Западной Австралии считают, что этот пингвин следовал за сильным течением в поисках пищи, что вполне объясняет его столь долгий путь. Однако стоит отметить, что такие путешествия для императорских пингвинов крайне редки и почти невозможны в одиночку, учитывая их обычные миграционные маршруты и способности к плаванию. Обычно пингвины передвигаются на гораздо меньшее расстояние и предпочитают следовать за источниками пищи в более знакомых водах. Это вызывает сомнения, как такой молодой пингвин смог проплыть более трех тысяч километров в одиночку, не потерявшись и не погибнув по дороге. Однако мнения об этой истории разделились. Известный биолог и фольклорист доктор Марк Фитцпатрик в разговоре с журналистами упомянул, что существуют древние австралийские мифы, в которых говорится о территории между мирами, якобы защищенной от глаз тех, кто не готов ее увидеть. В этих мифах рассказывается, что те, кто случайно попадает на эту территорию, исчезают навсегда или возвращаются спустя годы, не помня, где они были. Некоторые утверждают, что они видели странные создания, слышали голоса, зовущие из тумана, что добавляет мистической атмосферы этим историям. Эта земля якобы соединяет ледяные земли Антарктиды с Австралией и скрыта за мощным природным барьером, тем самым загадочным забором Австралии. Фитцпатрик утверждает, что многие местные верят, что животные, такие как этот пингвин, могут видеть эту землю или даже посещать ее. И этот случай, возможно, является тому подтверждением. Старейшин одного из местных племен, который представился как Уорамби, рассказал журналистам свою версию происходящего. Уорамби был высоким мужчиной с седыми волосами, с заплетенными в косы и глубокими морщинами, которые подчеркивали его возраст и мудрость. Он сидел на земле рядом с небольшим костром, вокруг которого плясали тени, создавая атмосферу таинственности. Вокруг слышался шелест трав, а огонь освещал его лицо, придавая словам особую силу и значимость. Он отметил, что старейшины редко рассказывают эти истории, и их заявления считаются пророческими, что придает им мистический эффект. Он считает, что пингвин, которого обнаружили на пляже, возможно, был посланником той самой скрытой земли, о которой часто упоминается в легендах. По словам Уорамби, эти земли не просто скрыты, они защищены силами, которые оберегают древние тайны. Забор Австралии – это нечто большее, чем просто природное явление. Это защита, чтобы оберегать нас и их от незваных гостей. Местные жители также всерьез начали обсуждать, что, возможно, этот пингвин не случайно оказался так далеко на севере от Антарктиды. В прошлом были подобные случаи, которые также вызывали множество вопросов, что усиливает ощущение повторяющейся загадки. Возможно, он случайно, следуя течению, пересек границу, которая защищает этот таинственный барьер и оказался в открытых водах у австралийского побережья. Один из серфингистов, ставший очевидцем этого события, рассказал, «Когда я увидел этого пингвина, мне показалось, что он выглядит странно, будто пришелец из другого мира. Он двигался неуверенно, словно не понимал, где находится, и время от времени останавливался, осматриваясь вокруг. Его перья выглядели необычно взъерошенными, а глаза были непривычно большими и казались наполненными тревогой. Пингвин будто искал что-то или кого-то, а его поведение было непредсказуемым. Он то делал шаги в сторону океана, то разворачивался, словно слышал что-то невидимое. У него был такой потерянный вид, как будто он сбежал из какого-то места, которое нам неведомо. Эксперт по океанографии Белинда Каннел, также участвовавшая в изучении пингвина, придерживается более научной точки зрения, утверждая, что все это объясняется исключительно природными факторами и поведением животных, которые могли отклониться от привычного маршрута. Однако, даже она признает, такой дальний путь действительно поражает и вызывает вопросы о том, какие силы могли заставить молодого пингвина проплыть такие расстояния. Возможно, действительно есть что-то в этих водах, о чем наука пока не имеет представления. История пингвина вызвала ажиотаж среди любителей легенд и таинственных рассказов. В социальных сетях пользователи делились своими теориями. «Может быть, этот пингвин действительно увидел что-то, что мы не можем объяснить», написал один из пользователей. Другой добавил, «Это не первый случай, когда в этом районе происходит что-то странное. Возможно, тут есть скрытая земля или что-то еще, что от нас скрыто». Эти обсуждения подогрели интерес и усилили ощущение массовой интриги. А пользователи активно обсуждали возможность существования скрытой территории или неизвестного острова, большого острова между Антарктидой и Австралией, о чем говорится в древних легендах. Также появились упоминания и о загадочных исчезновениях в этом районе, которые вызывают множество вопросов и усиливают мистическую атмосферу. Некоторые даже утверждали, что видели снимки со спутников, которые якобы показывали необычные контуры в водах Южного океана. Однако научное сообщество не подтверждает существование такой земли и подчеркивает, что подобные истории часто являются лишь плодом воображения и совпадений. Так или иначе, этот случай с императорским пингвином напоминает нам о том, насколько удивителен наш мир и сколько тайн он еще скрывает. Возможно, этот молодой пингвин действительно случайно пересек границы неизвестного материка, или же он просто оказался заложником мощного течения. Наука пока не располагает данными, подтверждающими существование скрытой территории между Антарктидой и Австралией. Пока что. Но сама идея о заборе Австралии и мифической земле, скрытой в Южных водах, продолжает будоражить воображение и вдохновлять на новые исследования. Об этом мы еще будем говорить. Напишите ваш комментарий, что вы думаете об этой истории. Друзья, в эти непростые времена, когда на Ютюбе нет монетизации и очень сложно стало совсем, пожалуйста, прошу только об одном, подписывайтесь на Телеграм, на наши Телеграмы. Ссылка в описании на мой Телеграм, на наш ламповый уютный чат в Телеграме, и на канал новостей в Телеграме. Все три ссылки в описании и в закрепленном комментарии. Также прошу вас поставить лайк этому видео, по возможности сделайте репост. Огромная вам благодарность. И, пожалуйста, подписывайтесь на Бусти, у кого есть возможность. Спасибо вам большое, что выручаете и спасаете в такие сложные времена. Только вместе мы познаем, это наше замечательное мироздание. Спасибо вам, друзья, искренне. Спасибо. Надеюсь, скоро увидимся. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok